Так вот у нас будет. Ну что, ребзя, кто где, а мы уже на макияжике. Посмотрим, кто у нас подключится в наш прямой эфир. Сейчас скажет, отрасти волосы, ты страшная. Потом мне еще кричат, значит, последнее время, ты что, стала лесбиянкой? Почему ты подстриглась так коротко? То есть у людей ассоциация с короткой стрижкой, что я лесбиянка. Привет, привет, привет! Меня слышно? Меня видно? Сейчас будем наводить красоту. Тебе боковой не нужны? А я тут включила. Так, надо будет потом чуть с волосами привести в порядок. Да, может, выходите уже. Я уже вышла. У меня уже сто пять человек. Не, не идет тебе цвет. Слушайте. Я могу до... До сюда могу до уйти. Кути зрение хорошее. Привет! Красят рясочку, красят. Сейчас рясочка ненакрашенная как раз. Сейчас будет минус 15. Да, немножко у меня климатизация какая-то после этих Сейшел. В общем, была там, никакой даже аллергии не было. Кожа была идеальная. Приехала в Питер, кожа сразу обсыпалась. Ну, это потому, что наш климат питерский. Ну, а так, в принципе, неплохо выгляжу ненакрашенной. Все, приступаем. Викуля сейчас сделает из меня просто голливудскую звезду. Да, и не смывайся до 16. И до 16 не смывайся. Так и полечу в Нью-Йорк. Ой, да. Привет, привет, ребзя, привет. Читая ваше сообщение, очень рада, что вы все, конечно, меня поддерживаете. Говорите о том, что как жаль, что я ушла с проекта. Но вы знаете, ребят, в каждое свое время. И на Доме-2 точно так же, как и в жизни. Поэтому мое время просто и стекло там. Нужно идти дальше, развиваться. Ни о чем плохом не думать. Поэтому на Новый год, на Рождество я буду в Нью-Йорке. Буду жить другой жизнью, отдыхать. А сейчас пока я в Питере. Всех уже, кого надо, навестила. Ну, практически всех. Всех уже за все поблагодарила. Новый год практически тоже со всеми отметила. Потому что каждый день праздник. Так, и все еще говорят. Слушай, говорит, Оксанка, ты сейчас улетишь в Нью-Йорк на Рождество. Как же, надо же отметить. Ну, вот с каждым в гостях гости. Туда, туда, туда. Это же хорошо по гостям ходить. А по Димке не скучаешь? Нет, по этому жирному отребью я не скучаю. Ты такая добрая, как Ольга Орлова. Спасибо, ребята. По Сейшику я очень скучаю. Вы все спрашиваете, как ты так могла оставить Сейши. Ребят, ну, ему 8 месяцев. Он родился на Сейшелах. Он там хозяин острова. У него все шикарно. Его любят все сотрудники Дома-2. Его обожают, кормят, заботятся о нем. Делают ему профилактику. Вы спрашиваете, как там Сейшек. У него все прекрасно. Представляете, пес живет на острове. И у него вообще там столько пространства. Его любимые крабы, рыбы. Ну, куда его забирать? Зачем ему это Россия? Он в России никогда и не был. И он принадлежит Сейшельскому государству. Он там родился. Это там его место. Поэтому он там. Его все любят. И он, знаете как, он все-таки у нас талисман проекта Сейшек. Поэтому, как ваша суббота проходит? Я вот сейчас, знаете, у кого нахожусь? Кто-то пишет, что я колхоз. Ну, понятно. Это тоже, я все это, понятно. Да не совсем его любят. Я помню, как его вот так. Ну, не надо. Не вспоминайте. Не вспоминайте, как его Шароваров пнул. Я эту историю тоже очень хорошо помню. Не надо об этом вспоминать. Я, в общем, сейчас нахожусь в одном чудесном месте. Находится это чудесное место в торговом центре Питер. На Типаново. 21, да? Типаново 21. Вот здесь у нас расположилась на самом верху Виктория Алексеева. Прекрасный визажист, мастер на все руки. В общем, я у Вики красилась лет пять назад. Это когда я первый раз ушла с проекта. Первый мой приход был на Дом-2. Я только ушла с проекта, Вика меня готовила к съемке. И вот прошло столько лет, и Вика снова меня готовит. Вот это знак тоже. Самый крутой визажист вообще у нас. Просто бомба. Вообще. Бомбита. Бомба. Бомбита. Вы же колхозка. Ты там? Мне пишут, что я колхоз. Слушайте, если я колхоз, то тогда кто вы там, кто там мне пишут? Привет, колхоз. А чем плохи колхозы? Вот чем? Девочки, мы не колхоз, мы сегодня асфальтированы. Чем плохо колхоз? Вот я не понимаю. Колхозы, совхозы. Еще во времена... Хорошее время было между прочим. Да, во времена, когда мои родители были молодые, они все в колхозы ездили на картошку. Да, Вика? Да, да. Родного серого Петербурга. Привет, ты, как всегда, красивая. Спасибо. Зачем ты ушла с проекта? Ну, что вы постоянно задаете этот вопрос? Пришло время и ушла. Ну, что там? Полгода пробыла. Сколько там можно сидеть? Если там любовь не нашла, зачем там сидеть просто так? Вот скажите, зачем просиживать штаны, занимать там чужое место, если в обычной жизни... Вот. Все прекрасно. Расскажи про Ольгу Рапунцель. Ольга Рапунцель, шикарная девчонка на самом деле. Она просто там уже 4 года, и вы знаете, вот как бы Олю не выставляли, и как бы Олю не показывали, но я считаю, что Оля достойная девушка, хорошая мама, хорошая жена. И я с Олей на самом деле нашла общий язык. И знаете, когда я там начинаю припоминать, а вот помнишь, ты там такая была, а вот помнишь, ты там, вот у тебя такое прошлое, знаете, а вот мне хочется этим людям всегда сказать так, а у вас не было прошлого? А вы вот все живете без прошлого, да? То есть вот я считаю, что у нас у каждого человека было прошлое. И Оля, она достойная участница проекта. Я за ней очень переживаю, потому что последние эфиры, которые показывают, я очень достроена, что она ругается с Аленкой. И всячески ей желаю, чтобы она ни в коем случае не ругалась со своей родной сестренкой, не ругалась с мамой и жила мирно, потому что нет ничего важнее родной семьи. Как бы мы все между собой не ругались, родственники есть родственники, мама, папа, брат, сестра, это все святое, и это нужно беречь. Греция, привет! Привет вам с холодного Петербурга, ветреного. Привет-привет! Нежная меня называет. Ага. Ольга Рапунцель хорошая девчонка. Заклевали ее там. Ну да, я согласна, заклевали. И мне очень жалко, что я не могу ее поддержать, потому что, когда я ушла с проекта, мы даже с ней лично не успели попрощаться, потому что вы все знаете, что с проекта я ушла по-английски сама. Жалко, что с Олей лично не успели попрощаться, потому что я с Олей очень сдружилась, и последнее мое нахождение на проекте, в последнее время, я жила у них на втором этаже в их доме. И они меня очень приютили, полюбили. И я очень даже скучаю по их семье, потому что я к ним привыкла за некоторое время. Это единственные ребята, которые меня там поддерживали, относились ко мне хорошо. Куда ты собралась? Сейчас я нахожусь, значит, у прекрасного визажиста Виктории Алексеевой, в ее студии, где она проводит мастер-классы, обучает начинающих визажистов, показывает, рассказывает, красит звезд. Ну, не только меня. У нее там очень много звезд было, в том числе, кстати, Ольгу Бузову в свое время красила, Седокову красила, Дакоту недавно красила. В общем, Вика у нас такая, она просто вот не показывает своего лица, она профи своего дела. Собралась я, вот сейчас меня Вика накрасит, и поеду я в торговый центр Монт-Посье, находится он на Планерной улице в Приморском районе Петербурга. Там будет показ русских дизайнеров, и именно не просто русских, но именно из Петербурга, которые у нас ребята, начинающие дизайнеры, отшивают свои коллекции. В общем, меня туда пригласили, как вип-гости, чтобы я там посмотрела коллекции, что ребята отшили, и также там дала интервью, фотосессия там будет. Вот, в общем, поеду на показ, хочу посмотреть, что отшивают наши ребята. Вот, Оренбург, привет, пишет кто-то, хочу погулять с тобой. Ой, вы знаете, мало ли кто хочет со мной погулять. Да, Викуль? Вологда, привет, красивая девушка, возвращайся на проект. Нет, на Дом-2 я не вернусь. Вот вы мне все задаете вопрос, вот, почему ты ушла, и почему ты вот не возвращаешься. Объясняю, третьего захода не будет, потому что все-таки, знаете почему? Ну, уже пришел тот такой момент в возрасте даже, можно так сказать, и сознания. Я готова стать мамой, да, женой, и на Доме-2 все-таки одна молодежь сейчас, да, там по 18 лет девчонкам, там студентке, грубо говоря, мне там делать нечего. Потому что я мысленно, ну, переросла этот проект, вот. Там либо если ты студентка, либо если действительно ты хочешь поменять свою жизнь, ну, тогда иди на Дом-2. А когда у тебя уже все сложено в плане сознания, ума, ты уже понимаешь, что ты в жизни хочешь, и там сидеть просто так, просиживать свое драгоценное время не стоит. Поэтому я думаю, что в обычной жизни меня ждет что-то интересное, нежели на проекте Дом-2. На проекте Дом-2 для всех я старая, как меня там только не называли, и старая, и дряблая, и фрик, и клоун. Я у меня там только на проекте не была, как только меня Кадони не называл. Ну, вы знаете, я... Привет, Кадони. Кадони, привет. Влад, Влад, я тебя очень люблю, скучаю по тебе, Владик. Очень. Как жить без тебя? Вообще не знаю, без Кадони. Это же, да, надо, это же постоянно. Каждая лобная, рязка, 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 рязка. Были времена. Ну, любовь у него, понимаете? Сколько тебе лет? 29 полных лет. 16 февраля исполнится 30. Поэтому то, что писали в интернете, что там мне 50, 40, я не знаю, там... Как меня... Сколько мне только лет там на Домингане называли? Это все неправда. Я 89-го года рождения, и мне 29 лет. Пишет, ты шикарная женщина. Успех и здоровье тебе. Спасибо. Это у вас, да, подключается там? Спасибо. С всех сторон шикарная женщина. Девушка шикарная. Девушка. Да. Как давно я у Вики не была, у руки мастера. На самом деле, да, вот реально. Да я и макияж профессиональный уже, когда последний раз мне делали. Там же на Доме-2 у нас как? Приехали, быстренько экспресс макияж тебе там, знаешь, сделали. Вот так быстро, 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 там что-то там нанесли. Тон попудрили, все, пошла на студию, пошла на съемку. То есть у меня особо-то и профессионального макияжа-то там ни разу не было. Ну да. За полгода еще. Ну да, на самом деле. Экономили. Ну а там просто очень быстро, да, там так, когда ты приезжаешь на шоу «Бородина против Вузовой», и бегом-бегом там всех собирают, и на каждое там времени очень-очень ограничено, там на каждую там участницу, например, если ты в студию выходишь, ты там главная героиня, там, например, определенная какая-то история, обсуждение, тебя быстренько так экспресс макияжик нанесли там, то он сделали, подпудрили, губки сделали, все, пошла. То есть там особо никто не занимается ни глазами, ни там максимум стрелочки, знаете, делали. А сколько времени дается? А там дается очень мало. Мы же приезжаем, мы же приезжаем, экспресс макияж, да. Мы же как приезжаем с поляны, да, приезжаем в студию на шоу «Бородина против Вузовой», и у нас, получается, у участников совсем очень мало времени. Участников-то много, а времени мало. И нужно каждую девчонку собрать, у кого там длинные волосы, там вообще проблематично девчонки там в три руки, грубо говоря, быстрее завивали. Про пузыр? Да, вот, да, Ольга там, Оля-то вообще там она волосы свои ко мне дам. У Оли очень длинные, красивые, шикарные волосы. Единственное, что я говорю, она их вообще никогда в жизни не красила. Да? Никогда, никогда. Она вот просто вот ухаживает шампунями, масками, все. Ой, тут вопрос. А Бузову с Бородиной тоже так красят? Нет, у Бузовой, у Бузовой. У Экспресса. Это нас участников красят, как бы, гримеры, экспресс макияж. Слушай, Бузова тоже мне говорила, что ее 20 минут прическа и макияж. Ну, сейчас, посмотри, когда, ребят. Потому что, когда Оля там в кадре, и когда нужен очень плотный макияж, то Олю долго собирают, долго. И Бородину тоже. Но они, как правило, приезжают в студию раньше намного, чем мы. И на них времени, у них свои личные гримеры, у них не наши. У них, как бы, свои люди с ними работают. Ну, каждая ведущая имеет право себе иметь своего визажиста, своего проверенного человека. Так, поэтому... А мы же участники, мы просто приехали, нас подсвежили, чтобы в кадре не были с синяками, грубо говоря. И все, и погнали. Привет-привет! Привет, Красноярск! Привет, Самара! Привет-привет! Слушайте, столько городов. Нас это 154 человека смотрят, да? Вот это вот такая штучка? Или это больше, да? Да, да, 151. Да? Ну, я вот думаю, потому что суббота, все, наверное, еще спят. А по времени, кто-то еще отдыхает. Кто-то отдыхает, кто-то на даче. Рясочка, жили ли вы там по сценарию? Вы знаете, что я вам могу сказать? Ну, вот лично я... А вам бы такой сценарий, да? Да, лично про себя скажу, что я всегда жила там по сердцу. Я никогда не жила так, как там хотят, или так, как там, знаете, говорят. Никогда. Всегда по сердцу живу. Я делаю, как хочу. Принимаю решения, как хочу. И говорю, как хочу. Что-то, конечно, там вырезают. Естественно, в эфир многое не пускают. Что-то оставляют в эфире, что важное. Ну, в основном, то, что видит телезритель, это самое важное. А остальные какие-то моменты не все же вам показывать должны. Наши снимают круглосуточно. И, поверьте, столько там всего происходит. Не нужно никакого в жизни сценария. Нужно жить, я считаю, так. Я очень многим новеньким участникам советовала. Живите, как вы можете, а не так, как вам кто-то там подсказывает. Живите так, как вам удобно. Ну, очень многие участницы и участники, к сожалению, не проявив себя никак, поэтому уходят с проекта. Потому что, ну, есть люди, которые вписываются в проект очень хорошо, пришли как рыба в воде. А есть люди, которые, ну, к сожалению, Дом-2 не их формат. У всех по-разному. Я там пробыла полгода и ни о чем не жалею. Наоборот, приобретенный еще снова опыт, обновленный Дом-2, обновленный, знаете, коллектив Дома-2. Ну, ведущих сейчас стало очень много, да, там, насколько вы знаете, шесть человек. Там Ольга Орлова, Бузова, Бородина, Кадоний, Ефременкова, Черкасов. Ну, Дом-2, конечно, разрастается, я так скажу. И разрастается, причем, ну, довольно-таки очень быстро, быстрым таким ритмом. Вот, зачем там Таня с мужем? А вот, знаете, я тоже задавалась вопросом, зачем там Литвиновы? Скажу так. Это жлобы, я их там так называла, которые привыкли к халяве. Вот, знаете, вот меня поражает всегда одно. Вот, вот вы встретились за проектом, Витя пришел добиваться Таню снова, потому что там они поругались, да. Он добился Таню, они расписались на Доме-2, сыграли свадьбу, выиграли свадьбу на миллион, конкурс, и сидят. Вот, я тоже, уважаемый зритель, вот тот, кто мне сейчас задал этот вопрос, я тоже задавалась вопросом, что делают там люди, которые, в принципе, выполнили цель проекта. Просто отсиживаются, вот и все. Потому что... Вот, люди, которые отсиживаются, халява плюс, называю я это так. Когда уже там закроют, что там туда программа. Знаете, я так скажу, Дом-2 не закроют никогда, потому что пока идут рейтинги, пока телезрители смотрят, и не важно, там, бардак творится, там, ругань, шум, гам, разборки, Дом-2 не закроют до тех пор, пока есть рейтинги, пока есть телезрители, пока их обсуждают. Это вечный проект, дважды попавший в рекорды Гиннесса, причем, уважаемый зритель, дважды уже Дом-2 попал в рекорды Гиннесса. Дом-2 идет 15-й год. И вот подумайте, ни одно еще шоу не переплюнуло Дом-2. Поэтому будет идти, я думаю, вот сколько вот протянет еще проект, да, сколько. Но единственное, скажу так, что все-таки рыба гниет с головы, и участники тоже много чего делают. И если участники будут интересные, яркие, то передача проживет еще очень долго. А вот если же будут так и будут продолжать туда идти, знаете, девочки вот эти вот легкого поведения, то, к сожалению, долго не прожить на таком контингенте. Все-таки шоу делают люди, и когда лишь люди интересные, это вам, зрителю, интересно смотреть. А когда люди неинтересные, телезритель просто переключает, берет пульт, как многие сейчас мне рассказывают, что мы просто переключаем Дом-2 и просто больше не смотрим. Не будем показывать пальцы. Да, потому что, как бы, вот когда я была, честно скажу, очень многие, даже вот у меня в Питере, сколько там друзей, знакомых, приятелей, да, и многие говорили, вот мы за тебя смотрели, потому что ты интересная, яркая, высказывалась так вот классно, не так, как все. У тебя своя позиция, свое мнение, ты там поддерживала, там, любишь детей, собак, и вот такая какая-то ты другая. Ну, конечно, на фоне этих 18-летних, 19-летних малолетов, естественно, на фоне их я была другая. Ну, конечно, ну, мне 29 лет, да и плюс я второй раз попала на проект, понимаете, я же понимаю. Теперь я вернусь сюда только в качестве ведущей. То, что в интернете пишут, что я там буду ведущей на Сейшелах, и слышала такую-такую сплетню, что как будто бы меня берут вместо Юлии Ефременковой. Это все ложь, это неправда. Юлия также остается ведущей телепроекта. Все шестеро ведущих также фигурируют на Доме-2. И я никакая не ведущая, никто меня не номинировал. И как бы я не буду работать на Доме-2. Но если вдруг когда-нибудь мне, конечно, бы предложили бы и сказали бы, Оксана, вот, там, стартует новый, там, проект в проекте, приходи, я бы, конечно, в качестве ведущей только пришла. Да, а почему нет? Почему нет? Ведь у Черкасова тоже бывший участник, Кадони тоже бывший участник, и Ефременкова Юлька тоже бывшая участница Дома-2. А почему нет? Ну, пока таких предложений не поступало. Честно, не знаю, откуда в интернете появилась эта версия, что я там стала ведущей, и меня номинировали, все, и я еду на Сейшелы заменять там Юльку Ефременкову. Это все неправда. Юля ведущая, и как бы никто ее никуда заменять не едет. Все это как бы вранье, поэтому не слушайте. Это все сплетит. Вот так. Ну, если когда-нибудь меня позовут, я соглашусь, не скрываю это. Это правда. Почему нет? Я люблю общаться, советовать, рассказывать. У меня подвязан язык, речь. Ну, если бы позвали бы, то я бы, конечно, бы пошла. Но пока не зовут. Не знаю. Ну, Дом-2 это такая непотопляемая лодка. Вы знаете, они постоянно что-то новое придумывают, и постоянно какие-то вводят новые коррективы в проект. Я думаю, что вот, говорю, сколько суждено пробыть еще этого проекта, столько и будет. Ну, чем дольше проживет, тем и лучше проект. Почему нет? Путь живет. Люди как смотрели, так и смотрят. Неважно, что там. Да, сейчас там творится полный трэш. И я с вами полностью согласна. Невозможно на некоторых людей там смотреть. Ну, там также среди всех этих людей есть и хорошие люди. Поэтому. Сейчас мы скоро будем колорасить глаза. Да. Ну, конечно, можно. Ну, отойдет. Сейчас я немножко с вами поболтаю, и потом уже немножко замолчу. Потому что Вика начнет красить глаза. Ой, как красиво. Уже супер. Уже супер. Уже даже нют. Нют, 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 нют. Я так нюут. Мне даже нют больше нюта, когда иногда нравится. Знаешь, так она красит. Ну, вот так тебе глаза такие великие, конечно. Тем более, сейчас ты загореленькая. Да, немножко, правда, немножко меня обсыпало. Это вот климатизация. Это я уже второй раз в Сейшел возвращаюсь. Вот там на солнышке так хорошо. Витаминчик D, фрукты, морепродукты. Питаешься нормально. И сразу все с кожей нормально. Как только начинается вот эта вот сухомятка, перекусы, кофе, все, у тебя сразу на лице все вылезает. Перелед. Перелед, да. И там вот я только прилетела, грубо говоря, там две недели, как оттуда, да, и все. И сразу же прилетела в наш климат в Питер. И началось. Думаю, ну понятно, в Питер прилетела. Это всегда в питерский климат наш, конечно. Это погода наша. Постоянно серость, давление. Вот, вот, все говорят, какой красивый. Нет, город у нас безумно красивый, Питер. Но давление скачет, это просто кошмар. Как жить в Питере, но они еще не знают. Без кофе жить не могу. Как так, вот бы Оксаны, ведущие сделали. Вот, давайте, мои подписчики, богу в уши ваши слова. И запускаем кишечку. Пишите к адони моему любимчику. Пусть, он у нас креативный сейчас директор. Пусть меня назначает. Я буду только рада. Ну, либо вместо не к адони уж, наверное, раз. Скажи, к адони, ты не хочешь поехать? Да, что уже скоро, на пенсию. Все равно скоро на пенсию кто-нибудь пойдет. Меня, может быть, вызовут... Душа, а сколько к адони лет, кстати? Так, к адоша. Если я не ошибаюсь, к адони 32 года. Ну, так и кто там, понимаешь? Да, мне 29, к адони 32. Да. И, кстати, на самом деле, тоже пока не женатый холостяк. Окс, почему ты ушла? Только ради тебя смотрела. Я вам уже отвечала в начале прямого эфира. Я вам объясняю. Пришло мое время. Устала я от негатива. Ну, вот кто-то пишет. Как твой Безус? Во-первых, Безус не мой, а он безбородовый. И пусть Милена Безбородова дальше с ним занимается. Меня Безус разочаровал, честно говоря, после отношений с этой сумасшедшей. Зумасшедшей, вот так вот. Так, кто там вообще из участников самый... Какой-то там... Я не успела прочитать. Срань осталась на шоу. Кто-то пишет. Срань. Что это за слово такое? Кто так называет? Срань. Так, что там сидит Маринка 5 лет? Ну, Марине нравится сидеть там 5 лет. Понимаете? У Африкантовой у нее немножко там другая позиция, а у нее другая ниша. Ее там никто не трогает. Она сидит себе тихо, спокойненько. Понимаете? Встречается с Ромой. Что же с ним? У нее Маринки все хорошо. Она москвичка коренная. У Маринки, в принципе, все прекрасно. Она такая вот ангелочек такая. Она вот сидит на проекте. С ней никто не ругается. До нее никто не докапывается. Потому что Марина, в принципе, изначально себя поставила так, что она всегда за мужчиной. То есть у нее всегда мужчина рядом. И она, как бы, ну, как сказать, неконфликтная девочка. За нее всегда там, раньше Чуев, сейчас Капаклы с ней встречается. То есть у нее всегда были такие мужчины, очень сильные. Она выбирала партнера в себе по жизни. И Маринка, она вот такая прям девочка-девочка. А что ей не сидеть-то там, ребят? Ну, что ей не сидеть? Ну, у нее все прекрасно. У нее в Москве все есть. Дом 2 для нее любимое место. Она, как бы, там, ну, как сказать, ну, грубо говоря, стала лицом этого проекта из участниц. Она, на самом деле, самая старенькая участница там, да. У нее, как бы, все прекрасно. Если бы было плохо, она бы давно уже ушла, понимаете? Поэтому я ушла просто по собственной воле. Я ушла, потому что сама проснулась утром и решила, что я уезжаю в отпуск в Питер и ухожу с проекта. Потому что я, ну, немножко устала уже. Все. Знаете, когда постоянно негатив, конфликты. Вы же видели эфиры? Вы же смотрели, как на меня нападали там постоянно. То драки, то разборки, то оскорбления. Я просто от этого очень сильно устала и поняла, что я выше всего этого. Ведущий на Сейшелы к Сейшику было бы круто. Ой, как я хочу увидеть Сейшика. Вы знаете, я себе загадала такой момент на днях. Сейшику сейчас 8 месяцев. Я думаю так. Ну что, сейчас денег заработаю. А потом как-нибудь приеду туда на Сейшелы, в соседний отель. И на лодке, как туристы к нам приплывали, они же часто к нам, туристы с соседнего отеля, там по соседству есть отельчик. Но он, конечно, не очень дешевый. А там на Сейшелах все отели очень дорогие. На самом деле их отдых на Сейшелах, как на Мальдивах, один из самых дорогих курортов в мире. Я думаю, вот подкоплю денег и обязательно на лодке приплыву, как турист. И мне будет интересно, если пару годов пройдет, узнает ли он меня? Вот я не знаю. Что пару годов? А может быть, за следующий год накоплю и приеду, как турист на лодке приплыву. Так что... Вообще, на самом деле, я хотела, ребят, знаете, что вам сказать? Этот год, восемнадцатый, это год желтой собачки. И на самом деле, мне по жизни встречаются собаки. Вначале я спасла Беррика. Он тоже в начале года, вот этого, который наступал, год собаки. Вначале у меня был Берри, ну, как бы, есть Берри с приюта, тоже желтая, желтенькая собачка. Потом я пришла на проект, у меня опять желтая собачка. И вы знаете, я поняла, что это просто мои вот такие талисманы по жизни. Они реально в этот год собаки... Вообще, год собаки один из самых хороших годов, в плане, что по работе какие-то происходят различные такие успешные моменты, да, в личной жизни. Вниз, смотри, ага. Вот, в личной жизни, да, но вот я вот прям, восемнадцатый год, в принципе, неплохой год для меня, да, и для многих. Но в этот год собаке нужно очень много трудиться, я знаю, что как бы именно такой год такого восстановления на ноги. И в принципе, я, знаете, не жалею, что я пробыла там полгода на проекте, не жалею. Знаете, ничего не о чем жалеть, не о чем. Я на следующем году свиней не встречала. Да, в этом году собак встречала. А вот следующий девятнадцатый год это будут свиньи. И вот не хочу, чтобы, знаешь, кто-нибудь свинью подложил. Вот это главное. Надо быть аккуратным. Девчонки и мальчишки, будьте аккуратны в следующем году. Чем дальше думаете заниматься? Ой, сейчас на данный момент я вот просто выдыхаю, честно вам скажу, ребят. Просто вот отвлекаюсь, нормальной жизнью начинаю жить, все, значит, режим сна, потому что настраиваю, потому что там мы ложились очень поздно, там в четыре утра, в пять утра. Сейчас стараюсь раньше вставать, настраивать свою графику, режимом, организм, чтобы приходил в тонус. На Рождество, на Новый год я улетаю в Нью-Йорк. Хочу прям, знаете, вот пожить немножко там в Нью-Йорке, попутешествовать, именно вести свой блог хочу из Нью-Йорка, в Инстаграме, так что следите за моими новостями. Опять же, просто вот хочу, знаете, пожить свободной, спокойной жизнью, без Дома-2. И на самом деле, ну, конечно, я хочу заняться и личной жизнью, это не мешало бы уже, пора бы заняться тем, что все, вот знаете, ты раздаешь себя людям, там туда поехала, туда, там мероприятие провела, там, 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 там с детишками провела мероприятие, там все это классно и круто, но свою личную жизнь, я хочу, конечно, вот в ближайшее время, прям, ну, поставить себе цель, наладить свою личную жизнь, вот, потому что до этого у меня времени на это не было, то одно, то одно, то другое, а теперь есть возможность это сделать, потому что все-таки мы же девушки, мы не можем быть одни, и как бы, пора бы думать уже о детях, больше вам скажу, потому что чем, быстрее мы об этом начнем думать, тем быстрее Вселенная нам это пошлет, ну, а для начала, конечно, я хочу сейчас вот выдохнуть, вот прям полностью, после этой медийной жизни, после этих камер, 24 часа в сутки, съезжу, как говорится, в Нью-Йорк, на Рождество, на Новый год, другая атмосфера, другие люди, обстановка, выдохну, отдохну, а дальше уже вообще у меня в планах заняться детьми, вот, ну, не буду рассказывать всех секретов, потому что секрет есть секрет, но вообще хочу заняться детками, вот, и в дальнейшем вообще открыть свой детский центр, но пока я вот сейчас выдохну, восстановлю себя, восстановлю свое здоровье, ритмы жизни нормальные, уже человеческие, потому что представляете, полгода, там, ложиться на доме 2, там, в 4-5 утра, просыпаться в 9 утра, жить, бежать, бегом, бегом, все, бегом, 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 и, конечно, после дома 2 так тяжело, ты выходишь в это, в обычную жизнь, и не понимаешь, за что тебе хвататься, ну, что делать, ты же вот привыкаешь все равно к таким условиям, да, поэтому сейчас пока я выдыхаю, ребят, вот так скажу, навещаю родных, близких, друзей, приятелей, потому что всех давно не видела, в общем, сейчас у меня такой вот, некий фрилансер я, но вы же знаете, видели, наверное, мой инстаграм, и понимаете, что я там часто с детками работаю, ведущей работаю, мероприятий, корпоративы веду, банкеты веду, когда, ну, я такой, я фрилансер, свободолюбивая такая натура, которая вот, ну, я люблю работать с людьми, я не офисный сотрудник, знаете, мне часто говорят, вот села бы там на обычную работу, смогла бы ты на обычной работе, там, на пятидневке сидеть, нет, я бы не смогла, мне надо все вот общение, люди, это вот все мое, поболтать, да, люди, 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 общение, ну, и правильно, что ушла, так скорее найдешь своего самого, без вас дом 2 опустел, вы знаете, мне столько приходит, вот две недели назад я покинула проект, мне столько людей пишут приятности, я такого не помню, вы знаете, вот после моего первого прихода, когда мы создали тогда, инстаграм только тогда появился, мне очень много писали наоборот негатива, прям там, ты злая, ты такая скандальная, ты мегера, а вот в этот раз, мне прям вот поражают телезрители, вы столько пишете хорошего, человечного, там, желаете мне женского счастья, семью, детишек, и вы знаете, вот, ну, прям приятно читать ваши письма, и простите, если кому-то я не успеваю там отвечать, только все потому, что, ну, писем-то много, и я же не могу круглосуточно в телефоне сидеть, но стараюсь вам каждому ответить, даже вот вы там писали как-то, вот ты на комментарии не отвечаешь, вот ты типа, вот мы тебе комментарии пишем, а ты вот все не отвечаешь, не отвечаешь, ну, простите, не всегда успеваю отвечать на ваши комментарии, поэтому стараюсь всем ответить, конечно, но не разорваться же так что вот такие дела так что на данный момент жизни я выдыхаю после дома 2 честно вам скажу занимаюсь тут и когда меня в люди до предлагают там например оксана там проведем мероприятие я конечно с радостью оксана там приедет там детский праздник надо прости я с радостью оксана там нам бы хотелось тебя видит там в гостях там в жюри на детском фестивале тоже недавно было приехала вот я за любой кипиш за любой соглашаюсь на любую работу там мероприятие то ли это рекламная какая-то акция либо благотворительная какая-то акция я соглашаюсь всегда потому что я такой человек если тебе это в руки идет вот работа да люди тебя приглашают нужно соглашаться не надо никогда отказываться нет какой подработки работы но я говорю что я не офисный сотрудник я пробовала себя несколько раз в офисе думала вот все все хватит закончим эту активную деятельность свою там ведение мероприятий устроить на официальную работу буду просто как бы вот работать и уходить неинтересно мне понимаете не интересно поэтому я и хочу свою жизнь связать с детками потому что дети это жизнь дети это активность детские центры сейчас вообще это очень даже актуальная такая вещь потому что детки они рождаются деткам нужно заложить самого детства мне нравится с детьми разговаривать даже вот на мероприятиях этом виду какой-то фестиваль да дети подходят там конкурсы с ними делаем всякие батлы ну сейчас дети настолько умные что прям даже от них учишься я сама учусь от деток поэтому тем более у меня вокруг девчонки мои все с детьми все с детьми просто уже все мамочки я за них безумно за всех рада все уже у всех дети там сады в школы ходят отец оксана еще все не как ей но все пишут почему ты одна почему я одна я не одна просто когда ты становишься чуть постарше ты уже понимаешь обожглась раз обожглась два обожглась три и знаете наступает такой момент когда вот право на ошибку уже нет все ты уже понимаешь что вот я бы хотел вот такого такого мужчину более статусного более зрелого более серьезного такого-такого ты уже вот на всякую шу-шу-ру даже не будешь размениваться поэтому я пока что я не одна я просто свободно я выбираю а знаете это лучше чем вцепиться какого-то там парня не любить его и быть просто чтобы хотя бы ну хоть с кем-то но чтобы только вот типа не одна для меня главное это по любви я так без любви не могу и тем более я очень долгое время отходила своих прошлых отношений целых два года я не могла никак отойти поэтому вы знаете мой человек где-то рядом мы делаем сегодня свекулий прям бронзу-бронзу знаете почему у меня голубые глаза но миндалевидный разрез глаз мне такие очень узенькие глазки и когда мне делают бронзу это просто бомба вот этот голубой глаз он еще вот это с золотом с бронзой он становится нереально красивый девчонки поэтому все голубоглазые вот особенно вот с таким разрезом глаз это вот прям прям бомба немного коричневинки да удалек немного коричневого добавляем бронзового вообще просто бомбита просто sharon stone знаете в последнее время в инстаграме тоже пишите sharon stone молодости sharon stone да еще бы сняться бы какого-нибудь интересном голливудском фильме вообще для меня была бы удача удачу но это знаете как это надо быть фартовой это надо быть фартовой как твоя дружба с рапунцель знаете я вчера оле оставила голосовое сообщение и я очень поддерживаю честно не хочу чтобы она ругалась с не соленкой не с мамой я очень хочу чтобы она поддерживала свою сестричку я всеми кулачками своими фибрами души болею за аленку кстати как раз таки завтра завтра финал конкурса человек года завтра же у нас воскресенье и через неделю мы узнаем кто же победил я конечно болею я знаю что финал вышел капаклы и купин ой вернее купин не вышел капаклы и алена я конечно за аленку я очень хочу чтобы она победила и выиграла эту квартиру в москве потому что в ее случае жизненном она мамочка-одиночка и так вот у судьба сложилась на проекте к сожалению с этим конченым ебаровым но это просто конченый ебаров но это правда вот и конченый ебаров который бросил будучи беременной я до сих пор не могу вообще принять эту ситуацию потому что это все случилось на моих глазах и знаете ну бог он все видит и конечно же всех рассудят и всех жизни расставят все по своим местам только время нужно да у каждому человеку я буду болеть за аленку и очень хочу чтобы она победила и выиграла квартиру потому что капаклый молодой парень заработал может заработать он все-таки мужик а не жлоб поэтому я хочу чтобы выиграла мама с ребенком я всегда вообще была за матерей и детей и аленки нужнее сейчас потому что сейчас родится ребенок и начнется в ее жизни новый этап у нее кстати будет мальчишечка кстати я хочу сказать что я когда первый раз летала в нью-йорк в октябре шла мимо магазина и долго думала что же купить аленки в подарок но ольги там свое купила то что она заказала ну и думаю надо же аленке что-то привезти как вы думаете конечно же я привезла детский костюмчик для мальчика там такой наборчик прям на вешалочки ползуночки пеленочки чепчики перчаточки вот ну прям для новорожденных короче комплект для новорожденных привожу я ей в москву подарок она чуть ли не расплакалась она говорит оксан представляешь говорит ты говорит первый человек который вообще для моего ребенка что-то купил и по приметам вот как только даришь какой-то подарок для малыша мама может покупать ну короче приметы есть такая как она мне объяснила вот я и подарила наборчик да и теперь она может покупать для малыша там коляску кроватку там все да и она как так вот ты вот я грунта что мне тебе привести я знаю что ты сейчас всем сердцем всей душой болеешь за своего ребеночка хоть чтобы он родился у тебя здоровый крепенький и переживаешь и столько всего ты прошла на этом проекте ну что мне тебе привести и конечно привезли на для мальчишечки привезла комплектик вот теперь аленка я уверена что уже полностью готовится она ведь вот все ура 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 будем но имени я так и не знаю так она имени раскрыла тайну не сказала как она его назовет ну думаю что в дальнейшем сама расскажет же дима жиробаза тот самый дима жиробаза который меня оскорблял и обижал унижал на сейшелах я очень рада что пришло ему возмездие его вышвырнули к чертовой буду говорить не буду говорить вернее оттуда знаете вот за то что он обижал меня потом он обижал эту новенькую настю он ее бил избивал то дима да вот я уже выгнали получается сегодня суббота и сегодня смотрите дом 2 23 00 его выгонят и знаете я очень рада что таких людей оттуда вышвыривают когда я говорила когда он меня оскорблял обижал когда я говорила что ребята это ужасно это аморально мне никто не верил но в итоге его вышвырнули на голосование вот сегодня смотрите эфир я очень рада такие такие вот на этим мужики такие которые такие неудачники которые знаете самоутверждаются с помощью женщин для меня это не не это это не мужик это она я его так нам на проекте называла ты не мужик говорю ты она а возмездие расплата всегда приходит поэтому женщину нельзя ни в коем случае обижать в этом году ты одна что-то там на 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 биографии твоей написано что тебе 35 вот где это пишут пришлите мне ссылку вот какой биографии вот я не понимаю мне день рождения 16 февраля 89 год я водолей и змея вот откуда вы это берете меня вот прям бесит я когда была на проекте все пишут да и 35 поток это питание 40 до их 50 чудо куда вы это люди берете то собралась я куда на мероприятие сейчас меня вика подготовит мы сейчас шикардосно накрасимся все сделаем и я поеду на показ русских дизайнеров у нас сегодня в питере меня в торговом центре манфосе приморском районе проходит показ вот я поеду на показ общаться с дизайнерами смотреть коллекцию фуршет праздник в общем там сегодня будет прям пир на весь мир вот привет из кемерово привет привет вам с питера привет кемерово привет столько сердечек то сколько нас смотрит ну-ка кристинка сколько 170 нормально пусть хоть кто они прям так активно смотрят о прибавляется пой да ну алена ужасно солей обращается вы знаете но каждой семье есть проблемы и они не исключение но я жила с ними я знаю что они очень хорошие ребята и мама татьяна владимирна и аленка и ольга просто им нужно с определенными моментами смириться подружиться потому что ну ругаться на всю страну я вот и вчера сообщение на отправила ольге я говорю если бы я была рядом я бы тебя поддержала потому что не могу смотреть на твои слезы так плачешь и видно что у нее прям крик души понимаете я говорю что родственников родных близких родителей не выбирают они нам даются и все вот они нам даются по жизни и мы должны быть им благодарны и я считаю что вот ольге нужно срочно мириться с аленкой поддерживать аленку в конкурсе человек года и реально переживать за свою сестренку подстаивать ее поддерживать ее понимаете поэтому я за алену и вообще за их семью потому что это единственная семья сейчас на проекте это единственная повторюсь семья на проекте остальные вот эти вот не до пары пара пары которые знаете кричат там да мы да мы да мы там черной и осев до пара ну кто у нас там Витя, Таня, пара, Марина, Рома, пара, да, это все пары, но у них пока не дошло там до детей, да, то вот, например, у семьи Рапунцеля, у них прям семья-семья, ну да, есть недомовки, да, есть разногласия, но в каждой семье есть, потому что они живут 24 часа в сутки вместе, как вы считаете, если бы вы жили с мамой под одной крышей 24 часа в сутки под камер, а вы бы не ругались? Конечно, мы все ругаемся в жизни, вот, поэтому я уверена, что у них все будет прекрасно, они помирятся и будут жить счастливы, мирно, и я говорю, что сейчас такая ситуация, что нужно просто по максимуму поддерживать Аленку в конкурсе, сейчас я замолчу пока, ребят. Да, то самая приятная процедура просто сейчас пошла. Глаз, рязко ты огонь, спасибо. Пахнище. Есть такая песня, разведи огонь, или нет, разожги огонь, если твердо выбираешь меня, Миладзе поет, разожги огонь. Разведи, 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 вот. Там просмотры прибавляются, серьезно, пора петь. Ты вообще не тем занимаешься, я считаю, сидишь тут какие-то пары, пора петь. Они все про Дом-2 спрашивают, и уже все интересно. Так, чтобы вам спеть. А, кстати, сегодня вечером, Питер, 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 еще раз привет, Питер, мои земляки, привет, наши земляки, верни. Тот, кто хочет спеть со мной, у меня будет время, я сейчас еду на встречу русских дизайнеров в торговый центр Мэн-Пассиэ, а вечером я еду в хаус-бар на Энгельса 124, там буду находиться где-то пару часиков, поэтому, если кто-то захочет спеть со мной в дуэте, поболтать, сфотографироваться или еще что-то, приходите в хаус-бар на Энгельса 124, это караоке моих друзей, там хорошая атмосфера, обстановка. Я просто там, знаете, почему пою? Там очень хороший звук, и частенько так бывает, что не так сильно, как бы народ, вот, особенно в среду, в среду, там мало, по пятницам, субботам там много очень народа, а, например, в среду, там народа мало, поэтому я прихожу туда частенько в будни и пою, развиваю свой голос. Я, конечно, не певица, но, в принципе, все это в себе можно развить, если очень сильно захотеть. Поэтому петь это хорошо, особенно, когда есть хотя бы голос, или если есть слух, или голос. Ну, если есть голос и слух, то это вообще замечательно. Хороший голос, реально хороший голос. Но я же не зря на радиоведущую училась у Алисы Шер, не зря же курсы ее прошла. Она тоже, как бы, говорила мне о том, что, Оксанка, вот у тебя голосяра-то какой, тебе бы петь. Ну, вы знаете, вот петь, да, можно начать с малого, там, сначала поешь в караоке, потом идешь... В прямой эфир в инстаграме. Да, да, в прямом эфире поешь. Потом, хоп-хоп, пошла в студию звукозаписи, записала какую-нибудь песенку, спела, попробовала, люди послушали, приняли, не приняли, ну, неважно. Дальше поешь, там, развиваешь сама себя. Я, как бы, такая самоучка, поэтому, в принципе, каждый человек может в себе развить определенный талант. Есть люди, которые, там, пишут картин, да, есть люди, у которых хороший тембр голоса, и они смогут петь. Есть люди, которые пишут стихи, там, да, там, ведут свои какие-то рубрики, да. Я, вот, на Доме-2, например, я себя нашла, когда мне было скучно, на Доме-2, я занялась, значит, у меня была рубрика готовка, кулинария. Я просто по утрам вставала раньше всех, шла, брала оператора мальчика, и мы шли с ним в пельменную. Ну, там у нас есть пельменная на поляне, и готовила я, там, то дорадо, то запеку, знаете, там, утку, то пиццу сделаем. Я, вот, как бы, от души готовила, вот, знаете, нам нужно себя куда-то девать, да, развивать. Я начала вести такой мини-блог, и вот, и многие из вас пишут, где твой блок кулинарии, не бросай его, там, вот ты, там, с проекта ушла, не бросай кулинарию. Я обязательно продолжу блок кулинарии, обязательно, потому что мне само это очень нравится. Но чуть попозже, сейчас я расквитаюсь со своими, вот, делами, которые сейчас у меня, да, скопились, буду немножко посвободней, и мы обязательно с вами, дорогие мои подписчики, продолжим блок кулинарии. Кидайте свои рецепты интересные, я все читаю, смотрю. Как-то, я помню, готовила шарлотку, там тоже очень многие начали писать мне, что тебе это идет. Я вообще хотела бы такую передачку повести, на самом деле, знаете, передача Юлии Высоцкой «Готовим дома». Вот, вообще, очень крутая передача, на самом деле, вот, когда у меня будет свой дом, ой, пока, конечно, только мечта пока, но было бы здорово, знаете, так, вот, вести, там, раз в неделю вести, там, свой, там, вызвать мальчика-оператора, да, который круто смонтирует, сделает, а ты, там, ведешь на Ютубе канал, можно спокойно запускать, в Инстаграме, пока Инстаграм живой, да, и развивается, можно это все, вот, очень актуальная вещь, кстати, на самом деле. Я люблю готовить, ну, просто, знаете, когда у тебя семья, ты там все готовишь, готовишь, у тебя вот прям душа лежит, а когда ты сингл, как я говорю, одна, то чего там для себя-то для одной готовить? Ну, завтрак там, да, обед там, что там для себя одной готовить? Вот, а уж, когда будут друзья, семья, сборы какие-то, вот это другое дело. Поэтому я пока развиваю песни, пою, очень люблю Брежневу, кстати, вообще фанат ее, Вера Брежнева, это вообще мой, кстати, она тоже водолей, как я, у меня день рождения, 6 февраля, вообще обожаю ее. Посмотри, есть такая песенка, жила-была девочка, золотистые косты, Мирил огонь и лед, небо, солнце и грозы, я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в это, любовь спасет мир. Круто! Я знаю пароль, я вижу ориентир, рекою разноцветной любовь спасет мир. Ра-ру-ра-ру, ра-ру-ра-ру, ой, ра-ру-ра-ру, ой, опа-опа, так что все у меня впереди. Вы знаете, как-то я гуляла по Броклину в Нью-Йорке в октябре и иду с другом под ручку, идем, значит, мы вместо, знаете, какое Броклине проходили мимо. Я же съездила, прокатала свою визу туристическую, вот, и идем гуляем по Броклину, такая история. Он мне говорит, слушай, смотри, это мост, который был в фильме «Брат-2», помните такую сцену, да, в фильме? И потом идем, такие гуляем, 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 и сели в машину. Он мне там катает по Броклину, показывает, вот здесь русские живут, вот здесь там итальянцы живут, вот тут район там евреи живут. И говорит, слушай, а вот в этом, говорит, ресторане работала Наргиз. И вы знаете, он мне такую вещь рассказал, она же начинала петь в ресторане в Америке. Она начала петь в Броклине, в местных ресторанах, на вечерах, по выходным, Наргиз, пела-пела, развивала свой голос. Ну, конечно, у нее профессиональные знания английского языка, я не спорю, это очень круто. И такой голосяра у нее безумно сильный, да. Ну, начинала-то она с ресторанов, там она вышла замуж, да, детки там у нее, все, семья. И так получилось, что поработав в Америке, там в обычном ресторане, который мимо проходила, туда, правда, не зашла, но мне такой, типа, говорит, вот в этом ресторане Наргиз пела. Я так обалдела, думаю, обычный, скромненький, знаете, ресторан. И так круто, когда человек сам своими шагами, да, вот так вот развил сам голос, сама начала петь, писать, в итоге приехала в Россию в голосе и все, и понеслась, понимаете, слава. Вот тебе человек, который просто начал круто петь сам в обычных ресторанах. А сколько таких случаев? Кто знает, может, как сейчас начну в ресторане петь, потом на сцену выйду вместе с Бузовой. Дуэт? Дуэтом с Ольгой Бузовой споем. Скажу, ли, подвинься, да? А, кстати, мне на самом деле Бузовой нравится единственная песня, но мало половины уже как бы заезженная, а вот, например, последняя ее, да? Принимай меня близко к сердцу, близко к сердцу, принимай, принимай меня как лекарство, как лекарство принимай, принимай меня и не бойся. Вот она такая, знаете, песня, прям вот она ее поет, и прям вот такое шоу у нее там прям, она в себя в белом стоит, такая, как королева, и вот прям, да, хочется прям заплакать, знаете, вот как будто вот она от себя, заплачет, да, она ее просто поет от души, и вот это единственная такая песня, вот у Ольги там много песен, да, там Атомы, Мало половин, там еще какие-то песни, но вот эта вот принимай меня, она мне очень нравится, она прям, прям от сердца написана, она, я не знаю, кто ее написал, но ее Ольга так исполняет, что прям мурашки по телу, и молодец, молодец. Ну, кто бы что ни говорил, конечно, она трудяга, да, она трудяга, пчелка моя. Ну, я говорю, что так, конечно, трудиться, вообще должны так трудиться мужчины, но мужчина у нас вымерший вид, поэтому все мы кладем на свои плечи, и сами всего добиваемся. Она, конечно, умница, но я могу сказать все равно, нужно задуматься о семье, потому что карьера карьерой, а семья – это семья, это очень важно. Поэтому Ольге я, конечно, желаю от всего сердца, от всей души, чтобы у нее было женское счастье. А сколько Оле лет? Ей 32, да, ей будет, она же козерожка, у нее скоро день рождения, ей будет 33 года. Кстати, возраст Христа же, да, Вика, 33 – это возраст Христа. Это, кстати, возраст, когда такие цифры, 33, у человека начинается вообще в жизни очень много нового, да, такой некий трамплик. Ну, не знаю, не знаю. Ну, у Оли уже так столько там этапов, что дай Бог тебе, Оля, женского счастья, главное, да. Будь счастлива. И ребеночка. Да. У тебя так речь поставлена, пишут. И вы знаете, я вам так скажу, что эта речь у меня, я также, я как вот самородок, и сама развивала, я просто сама после проекта, когда, вы помните, я первый раз ушла с проекта, это был глубокий 13-13 год. Я просто сама начала ездить по разным ресторанам, там, клубам, караоке Петербурга и вести мероприятия, сама проситься, а можно я там это проведу вам, а можно я вот это проведу, а можно я вот это сама проведу. И у меня начала сама это в себе развивать. И как бы так получилось, что голос свой развила сама, речь свою сама. Сейчас у нас ответственный маневр. Болеем, верим в тебя, крепись между ресничками. Кристина любимая процедура, да. Называется «Почешите мне веки». Круто. Я сейчас немножко помолчу, потому что тут у нас очень процесс. До конца эфира полторы минуточки. Ну, перезайти можно будет. Ну, Инстаграм у нас иногда будет ограничения ставит. Да, часто поможем в эфире. Да. Ну, мы перезайдем, никто этого не запрещает. А у нас тоже, наверное, да? Ну, у нас чуть-чуть попозже, мы уже позже вышли. У нас, может, минутки две. А он выключится, сохранится, да? Да, он выключится, а мы сохраним его. А, окей. Все. Круто. Нет, глаза – это мое все. Я никогда в жизни так не смогу накрасить. Мне вот все про мои глаза говорят. И тогда, как еще на проекте была, когда прожектор светит, они говорят, почему-то у тебя голубые. У тебя такие глаза, даже порой, даже когда я очень сильно уставшая, там капилляры лопаются, и даже все равно это голубизна. Но когда у меня очень плохое настроение, они становятся серыми. Прям вот когда в жизни, вот у меня был там этап, да, переживания, серые-серые они были. Сейчас стали голубые. Ну, меняются. Ну, голубоглазых все меньше и меньше становится, кстати, с каждым годом. И мне кажется, если у меня будет муж, например, если у меня будет будущий муж Тепники, то, скорее всего, он перебьет мои голубые глаза, и дети родятся. Ну, не факт, у тебя может один ребенок родиться, а другой ребенок... У меня вообще у ребенка глаза, а бабушки... Ну, да, 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 а у тебя какие-нибудь ореховые такие глаза? Ну, такие зеленые, да. У тебя красивые глаза, они у тебя не карие, они у тебя орехово-зеленые такие, красивые. Я просто вот темно-карие не люблю, а вот когда вот такие красивые... Все это Вика Алексеева делает у нас такую красоту. Про глазки написали, не перебьет. У меня муж кори глаза, все дети с голубыми. Да. Так что есть шанс. Ну все, девчонки, даже если у меня муж будет внешний итальянец, то все равно... Итальянец будет итальянец, по факту. Да. А что тогда? Итальянец, думаете, не перебьет или испанец? Вот представьте, итальяну или испаньол. Спасибо. Я думаю, что перебить может. Если вдруг. Сейчас что-нибудь пододелили? Да. Итальянцы, кстати, хорошие мужья. Итальянцы, да. Но они очень... Во-первых, они очень любят итальянцы русских женщин. Они любят женщин таких статных, фигуристых, ярких. Во-вторых, итальянцы, они очень хорошие папаши, потому что у меня подружка ездила несколько раз в Милан-Рим и смотрит, говорит, гуляют папаши с коляской. Представляешь? Говорит, мама, а у меня еще есть Маринка, приятельница, она в Милане живет. Вот у нее Дэвид муж, итальянец. Слушай, шикарный папа. Везде здесь муж. Они, конечно, очень поздно становятся папами, но они с детьми прямо везде, пока там жены дома дела делают, папашки в это время, а итальянцы хвалят. А темперамент, да. Темперамент какой у них, да. И есть итальянцы ленивые, а есть очень прям трудоголики, трудоголики. А с верностью как дела? А вот с верностью... Есть небольшие проблемы. Да, да, да. С верностью... Слушай, мы с тобой блестюшек кладем? Да, давай. А верности и у русских тоже. Знаете, сколько я кабелей встречаю? Вот приехала в Питер. Полгода, я вам скажу, ребят, честно, на проекте я была одна. Ну, свободно, но одна. Никто не завоевал мое сердце. Приезжаю в Питер. Ну, вот северная столица, город, где тоже есть мужчины и красивые девушки у нас очень, да. Все женатые кобели. Я не понимаю, это, видимо, такое время или что. Все, и самое главное, эти женатики, когда знакомятся, утверждают, что мы с женой не живем. Да, да, да. Мы разводимся. Мы разводимся. Вы знаете, сколько я выслушала таких версий. И мне говорят, Оксан, ты великолепенна. На коленях стоят, руки целуют. Нет, ухажеров-то может быть у меня много. Так, вот сейчас глазки вниз и не открывают только носок. Но, вы знаете, их может быть много, но все они обманщики. Вот я не знаю, что такое, но вот в Питере мне не везет просто с мужчинами. Все они женатики, которые просто тщательно начинают обманывать. А я это вычисляю сразу же, всю секунду. Не знаю, я интуит по натуре по своей, еще и воздушный такой знак. Я очень чувствую людей, очень. Я могу сама ошибаться в каких-то своих внутренних показаниях, да. Но вот когда вижу мужчину, я сразу понимаю, женат или разведен, или свободный холостяк, эгоист и так далее, и так далее. Вы знаете, вот пошла такая тенденция, мне сейчас вот на пути встречаются одни женатики. Но я вам так скажу, никогда, ни за что я не буду с женатым мужчиной. НИ-КО-ДА. Потому что ты никогда не будешь для него номер один. Ты всегда на него будешь на вторых ролях. Он всегда будет придумывать кучу отмазок, говорить, там ребенок заболел, там еще что-то, жена докапывается, или там жена мучает. Знаете, одна и та же у них басня. И я все-таки понимаю, что я готова принять мужчину, вот вы спрашиваете там, какой тебе мужчина нужен? Я готова принять мужчину, пусть у него будет десять детей. Там, я не знаю, там, я обожаю деток. Но только, чтобы у него были разрешенные вопросы со своей женой. И главное, очень важный показатель, даже если он будет разведен обязательно, да, потому что женатый мужчина, это не для меня. Я не смогу, я очень любчивая, и мужчина должен быть со мной, я должна быть его, он должен быть мой полностью, детки должны родиться в любви, это обязательно. Вот. Но так как сейчас очень много женатых обманщиков, которые, я говорю, говорят, мы развелись там с женой, а потом ты на деле узнаешь, пообщавшись с ним там пару дней, что все это обман, ложь и фиркина грамота. Вот. Поэтому я приму мужчину с детьми, но чтобы он был, естественно, уже не обречен. Свободен. С женщиной, да. Но, опять же, очень важно смотреть на то, как расстался мужчина с той бывшей своей женой. Очень важный показатель, и, девчонки, я вот даю вам совет собственного, как бы, жизненного опыта, что прежде чем открыть мужчине полностью, узнаете, что у него было там. Тристина слушает. Потому что, когда ты узнаешь, как он поступил с той женщиной, ты понимаешь автоматически, как он может поступить с тобой. И, знаете, девчонки, вот скажу так, мы всегда думаем так. Но со мной он точно так не поступил. Я особенная. Я не такая. Я ж не такая, как у него была сумасшедшая жена. Нет, девочки. Вы знаете, тенденция показывает, и практика моя, что как он поступил с первой женой, так он поступил с тобой, и только ваше право, девчонки, либо вы с этим миритесь, соглашаетесь и с этим живете, либо вы не миритесь и не соглашаетесь, и красиво уходите. Вот я за то, чтобы красиво уйти. И, как бы, всегда, прежде чем я говорю, допустив близко к сердцу мужчину, узнайте, что у него было там до тебя. Понятное дело, что жены тоже разные бывают, ситуации разные. Но главное, конечно, чтобы это было вот здесь, по сердцу. Если у тебя по сердцу, у него по сердцу, то вы будете оба счастливы. Окси, пожалуйста. Какая красота. Наша любимая тушь? Да. Мне очень часто говорят, Окс, а почему ты не наращиваешь поясницы? Они не надо. Мне не надо. Они просто немножко у меня выцветают, вот это солнышко на сейшелах. Они выцвели беленькие такие на кончиках. Мне не надо девчонки наращивать. Я ее, во-первых, не люблю. Я, во-первых, очень люблю всегда тереть глаза. Особенно там сквозь сон. Не люблю эти наращенные ресницы, честно. Я знаю, что это очень красиво там, но не всегда. Я не люблю. Очень часто говорили. Почки наклеим, да? Давай немножечко, да. Я когда была на сейшелах, там уже очень жарко, влажно. И очень многие мне писали в Дерек. Сделай ресницы, у тебя очень красивые глаза. Во-первых, на сейшелах влажность. Безумно, там кожа не дышит. И вот эти все реснички, они выпадают от влаги. А во-вторых, как бы в кадре я понимаю, что очень красиво, когда у тебя выделен глаз. Но круче, чем визажист, тебя не соберет никто. Вот как ни крути. Вот я не знаю. Губежки ты всегда можешь подкрасить, откорректировать. Губы – это губы. Но глаза – это работа визажистов. На то нам и даны богом визажисты, которые нас просто готовят. Но это правда. Потому что вот глаза красиво накрасить. Ну вот я, честно, вот сколько раз мне писали. У тебя красивые глаза, накрась ты глаза, подведи глаза. Ну не умею. Не умею. Для этого я иду к визажисту. Потому что визажист, он мастер своего дела. И он сделает так, как красиво выделит все твои… И самое главное – правильный визажист. Выделит то, что нужно. А то, что не нужно. А то, что не нужно – уберег. Очень умная женщина. Приятно ее слушать. Вот. Мы с тупыми не общаемся. Да. Да. В студии тут подобное притягивает подобное. Да. Мой бывший Сереженька говорил, Оксаночка подобное притягивает подобное. Он прав. Он мне это сколько раз говорил, когда мы жили. Кстати, бывшего своего очень уважаем. Знаете, первое время очень злилось. Прошло вот два года. Хороший был в жизни учитель. Поэтому, знаете, всегда нужно быть благодарным своим бывшим мужьям, женам. Не злиться, а уметь отпускать. И вот это все у меня пришло с опытом. Я могу так сказать. Первое-то время, конечно, я там с ума сходила. Переживала. Знаете, два года я уже как вот рассталась. Да. И вот сейчас, вот сейчас могу сказать, прошло два года. Я вот сейчас готова к новым отношениям. Вот какое-то время мне нужно было побыть одной. Знаете, так, перекрутить все это в голове. Немножечко так погулять, выдохнуть. Потом в моей жизни вот случился второй раз приход на Дом-2. Там тоже у меня бесконечные были стрессы. Я просто... Даже мне было недоотношение там, потому что там, конечно, и не было человека, с которым бы я завязала отношения. Не было ни одного ко мне прихода. Я так вам скажу, вот за полгода моего нахождения на Дом-2. Чтобы там пришел вот достойный реально парень. Вот. Ни одного. Поэтому я вот побыла там, да. И я просто поняла, что как мне хочется уже действительно стабильных, нормальных, зрелых отношений. И уже я готова как бы вот вступить в партнерство с мужчиной интересным. Но пока что на моем пути его нет. Ну, значит, есть время на реализацию себя. Класс. Что за губы вам делать, кстати? Что с губами? Бордо? Бордо хочешь яркий? Хочешь сегодня быть просто... Роковой? Роковой? Женщиной. Все, блесты будешь. Надо только платку как-нибудь подправить. Что-нибудь подправить, да? Слушай. Мак есть какой для вас? Ну, что-нибудь. А ты не хочешь, можно гелем сделать? Гелем. Давай гелем. Давай гелем. Как раз я просто голову намыла, грубо говоря. Я высушила шапку, одела и побежала. Ну, я просто так приезжала тут мальчиком, парикмахер. И тоже у него там девочки. Такой он вообще... Ей быстро вообще так... Хоп-хоп идёт. Ну, прическа. Да. У меня видишь, уже подсмылась. Ну, я 14-го пойду в свой любимый салон. Кстати, у меня вот любимый. Сколько мне не предлагают. Ой, по рекламе столько мне портили раз волосы. Это был какой-то караул. Но я все-таки нашла свой салон на Литейном. Вок бьюти-бар. Вот там вот меня Петя стрижёт и Петя меня красит. Какой Петя? Пётр, да. Мой мастер. Вот я пришла к нему, значит, приехала я с дома 2. Почему, вы спрашиваете, я подстриглась? Расскажу. На Санцепёке плюс 50. У меня сгорело полголовы. От солёной воды, от солнца. Это было просто безумие. Там на Сейшелах отвратительная вода. Там невозможно голову мыть. И, конечно, мне полголовы вывалилось. Я приехала к Пете в салон на Литейный. Петя, я говорю, Петь, короче, стриги. Просто стрига весь это в сухостой на голове. Потому что это был просто караул. И, знаете, вы пишите, там, уродина тебе возраст придает. Короткая стрижка, отрасти. Да волосы не зубы отрастут. Вы знаете, сколько я менялась? Боже мой, какой я только не была. Нарощенные, короткие, сильно короткие. Вообще была прям мальчиком-мальчиком была. Сейчас вот сделала такой мини как бы боб. Ну, он такой боб. Ну, вроде и здесь длина есть. Осталось там покороче. Только потому что я состригла все мертвые волосы. И зачем это на голове носить, когда у тебя, знаешь, каре, ну, у тебя сухостойное каре, и волосы вываливаются. Потому что там на сейшелах безумная влажность, повторюсь. И сейчас там началось лето. И там только надо ходить с головными уборами. Потому что без платка нельзя, без полосочки на голове. Невозможно. Но, как бы, что сделано, то сделано. Я приехала и говорю, все, после ухода из дома-2 я хочу кардинальных перемен. Кстати, хочу вам, девчонки, дать совет. Волосы – это энергетика. Как только ты состригаешь волос, меняешь там стрижку, цвет, у тебя в жизни все меняется. И женщины с короткими стрижками, я знаю, прекрасно вам сейчас скажете, их боятся. Я это знаю. Но, вы знаете, мужчина достойный, сильный, никогда меня не испугается. Просто женщина с короткой стрижкой – это женщина очень активная по жизни. Это, как чаще всего бывает, это уже такая бизнес-вумен, самодостаточная, твердо стоящая на ногах. Обычно женщины с короткими стрижками – это вот такие уверенные в себе. Девушки, но я скажу больше, что чем я в себе не уверена, я еще как уверена. Ну да, у меня пока там нет своего бизнеса, но все впереди. И короткая стрижка – это, наоборот, это активность, это такая вот озорная девчонка, такая а-ля пацанка даже может быть где-то каким-то образом. Ну, мне комфортно с короткой стрижкой на данный момент, кстати, хочу сказать, что очень многие мужчины любят. Я когда вот разговариваю там со знакомыми, там встречаемся где-то, и вот очень от многих мужчин слышу, как любят и длинные волосы, вот шевелирую там до попы, да, так и любят короткий волос. Любят многие мужчины, у них прям фетиш – открытая шея. Вот прям некоторые прям тащатся от этого, они говорят, прям, Оксанка, так люблю, когда шея у женщины открыта. Ну, на свой, на каждый товар есть свой покупатель. Стрижка эта стильная, пишет вам хорошо. Да, на вкус и цвет товара еще нет. Поэтому я подстриглась, конечно, в кадре, я вам больше скажу, когда я включала вот канал ТНТ, да, включала себя со стороны смотрела, я в кадре больше на 6 килограмм. Обычная камера в реальности полнит нас на 6-9 кг, это правда, потому что там определенные… Вернулись. Вернулись. Там память уже в телефоне заканчивается. На фотках? Нет, это там, знаешь, это вот iPhone нужно новый покупать. Это потому что они специально это делают, эти обновления, и у меня потом он просто висит, висит, висит. А у меня шестерку я разбила, и вот хожу сейчас с пятеркой, которая у меня лежала. Ну, ничего. В Нью-Йорке можно купить по хорошей цене хороший iPhone. Вот. Там они подешевле, наверное, я поеду как раз на Новый год, на Рождество, и там куплю себе телефон с нормальной камерой. Вот. И что я хотела сказать? Что на вкус и цвет товарищей нет, и мужчины, как некоторые мужчины любят стрижки, а некоторые любят длинные волосы. Со стрижкой просто женщина, она такая, знаешь, уверенная в себе, идет девушка вамп. И мужики так, вот, которые там помоложе парня, они так стесняются, побаиваются. Но мужчина солидный, самодостаточный, поверьте, он сразу обратит внимание, никакая короткая стрижка его не остановит. По собственному, опять же, опыту скажу, когда я два года назад жила с мужчиной, да, он был старше меня, ему наоборот, моя короткая стрижка. У меня была такая же стрижка, кстати, когда мы с ним начали жить. Только, правда, я тогда брекет носила. И я приехала к нему, помню, навстречу, а он говорит, как тебе круто, ты прям Шернс, тон молодости. Ну вот, ну вот прям Голливуд, у тебя такая вот нежность, еще вот тебя накрасить, но это просто все, вот фильмы, съемки, это вот Оксана, это твое. Это правда, у каждой девушки свой типаж, кому-то очень длинный волос, я не люблю длинный волос, я, знаете, когда последний раз длинный волос носила, я носила длинный волос рыжая, вот нарощена меня Аленка Ашмарина наращивала в Москве, это я была рыжая. А вообще вот, чтобы у меня своя была шевелюра, это мне было 16 лет, вот так, это было, это было почти 14 лет назад, вот у меня были волосы до попы, мне было 16 лет. Русы, у меня свой цвет русый, светло-русый, я помню, тогда еще моя мама очень ругалась, что зачем я подстриглась, и вот как я подстриглась, и все, я начала их подстригать, подстригать, и когда первый раз пришла на проект, меня тогда там уже подстригли, сделали мне каре, я ходила долгое время с каре, а потом, видите, я вообще решила состричь, мне нравится. Вот пока у меня такая жизнь очень активная, интересная, позитивная, я хочу ходить с короткой стрежкой. Конечно, когда стану мамой, может быть, не захочется даже вообще отрастить свой цвет волос, я не знаю, может, я вообще захочу там отрастить какой-то цвет русый свой, да, немножко там тонировать, и, например, перестану вообще краситься. Но на данный момент вот по душе мне блондинка с короткой стрежкой. И вот кому я нравлюсь, и кому не нравлюсь, тоже пишите, знаете, я часто чувствую, там, пишу, вы пишите там лошадь, не лошадь, Собчак тоже всю жизнь называют лошадью, вы знаете, классная женщина Собчак. Кстати, тоже всю жизнь ходила блондинкой, а потом уже отрастила свой русый цвет, и, кстати, ей очень хорошо, я вот сейчас как-то смотрела на Муз-ТВ передачу, она новую ведет, кстати, узнала, что, я же полгода телевизор не смотрела на Доме-2, узнала, что Ксения Анатольевна Собчак ведет передачу на Муз-ТВ и выбирает себе ассистента, очень, кстати, крутая передача, выбирает себе помощника. Я прям так наткнулась на днях на эту передачу, думаю, блин, жалко, я пошла на Дом-2, надо было к Собчаку на передачу идти. Вот, она ищет не секретаря, а ищет человека, который будет и станет ей правой рукой. В общем, там девушка, парень, который, ну, вы, наверное, ребят, смотрите, кто там, подписчики мои, смотрите периодически канал Муз-ТВ. Мне вообще Собчак очень нравится, очень умная, классная женщина, и, кстати, вот с рождением ребенка Платона она очень поменялась, прям, 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 респект ей. И вот она всю жизнь ходила блондинкой, а сейчас отрастила свой русый цвет и ходит с русым цветом, и очень даже хорошо. Водянова модель тоже всю жизнь была блондинкой, сейчас смотрю, она русый цвет носит, и поэтому, может быть, придет время, когда я захочу отрастить, но на данный момент я хочу вот так ходить, поэтому извините, что, кто не любит меня, проходите просто мимо. А тот, кто любит, будьте со мной всегда. Глаза такие яркие, если я не знаю. Они так яркие. И я скажу так, у меня все свое в плане лица. Нет у меня никаких там силиконовых губ, каких-то там скул, каких-то там непонятных там безумных дуг бровей. Все у меня свое. Я ничего с собой не делаю, хотя мне 29 лет, и уже, может быть, пора бы какие-то витаминки поколоть, потому что, ну, обычно вот к 29, там к 30, девчонки там начинают. Масочки – это просто все это внешняя поверхность кожи, да. И, конечно, надо было уже, наверное, витамины какие-то поколоть, но пока не колола, честно скажу. Я вот только вернулась, я вот рыбий жир пью, женские витамины пью. Их овощи, да, овощи. Вот и стараюсь. Вот на сейшелах правильно питалась, и у меня вообще здесь все идеально с кожей вообще было. Ну, видимо, генетика есть генетика. Там вообще на сейшелах морепродукты, креветки, рыба, овощи на гриле. И фрукты у меня были, и вода. Вода с лимоном. Я там просто шикарно себя чувствовала. Никакого алкоголя, вот я могу вам честно сказать. Пока я была на Доме-2, я практически вообще, вот там, наверное, мы только на сейшелах сырый пинчук выпили вина, я вообще не пила. То есть вот, когда показывают Дом-2, да, мне очень часто пишут, вы там все бухаете, вы там все тусуетесь. Не все, во-первых, не все. Это право каждого. Кто-то выпивает на этих вечеринках, кто-то не выпивает. Я могу сказать так, я вообще там была, ну, вела здоровый образ жизни, плавала, когда была возможность, кушала фрукты, овощи, морепродукты, и вообще себе лишнего там не позволяла. Вот, потому что, ну, алкоголь это вообще как бы зло. Но, конечно, когда ты приезжаешь там домой, возвращаешься к друзьям, приезжаешь там, и шампанское я могу выпить, очень многие спрашивают там, и вина могу выпить. Ну, я же тоже человек. Но всему нужно знать меру, ребята. Поэтому вот на Доме-2 не все бухают и не все пьют, честно скажу, что я там вообще полгода даже не до этого было. Сифор-то классная. А вот это? Ой, вот это крутая. Вот это тоже она когда-то насыщенная. Как вы думаете, какой она? Сифор-голосом за сифор, она классная. Есть такая с сиреневой, есть такая сифора коричневая, и есть какая-то у Викули классная, какая-то тоже матовая. Такая она больше как кофе с молоком, капучино. Нет, мне краснеет чуть-чуть. Даже краснеет. Давай вот эту. Красивор-голосом. Да, сделаем, если что, я ее работаю. Ура, вы выбрали себе. Она очень комфортная на губах. То есть не сушит ничего. Вот, поэтому на Доме-2, конечно, то, что вы видите, на совершенно... Не все там выпивают, честно вам скажу. Опа-на. Мне кажется, вот эта, она яркая, но при этом не вызывающая. Сдержанная, яркая. Мои любимые подписчики там офигевают. Девочки, мальчики, как вам? Такой образ. Только сердечек там. Чуть-чуть. Ребятушки, привет. Еще неделя Петербурга и на Рождество. Поближе покажи. Merry Christmas, Merry Christmas. Поеду в любимый Нью-Йорк встречать Рождество и Новый год. Вот, поближе вам показываю. Сейчас еще мы не закончили. Совсем скоро я выложу уже готовую работу Вике Алексеевой. Так что совсем скоро Рождество. Жалко, конечно, что я буду без близких. У меня мама, папа, брат здесь останутся. А я поеду на Рождество в Нью-Йорк. Вот там, там все украшено. Вы знаете, это была моя мечта детства. Я, все, наверное, смотрели фильм «Один дом». Я всегда мечтала к этой елке подойти. И в это Рождество... Часто... А помолчать? 25 декабря, 25 декабря я буду стоять у этой елки. И звонить маме своей. Будем ждать фото. Да. Историй. Да, стоит. Не говорите, умоляю. Иначе будет... Как я говорю, дочь убитого клоуна. Гублю. Какой же это крутой цвет. Да, прикольно, брат, Рождество. Ты вообще просто. А мне нравится этот цвет. Такая статная. Да, вообще ничего такое. Даже под тени подходит. Там же красненькие субболки. Вика красит губы над сгребовой тишиной. Это очень открыто. Это просто сосредоточенный. Для визажиста это главный вообще момент. Глаза, подводка и голы. Ты знаешь, ты как мы с Афиной. А, а сейчас? Красная. Ага. Ага. Она в эфире при этом. Девушка прям батарейка. Да? Вот это... Супер. А как она, кстати? Где она сейчас? В Москве. Она же приезжала ко мне. Она матюкалась потом. Ой, она же приехала. Я говорю, не ехать. А, она приехала. Ай. Она вернилась просто. Все, я говорю, да ладно, что у вас. Вау, что я сижу. Я прикрою, вообще-ка. Фигардец. Просто вау, вау, вау. Фотка будет? Да. Будет фотка, ждем фотку. Конечно. Как же из фоток? Нет, фотка для макияжа сделала. Все, законы инстаграма. Нет, фотка для макияжа нет. Да. Помада Sephora. Оттеночек чуть позже скажу. Да, она стойкая, матовая стойкая помада. И она очень комфортная на губах. Потому что есть матовые помады, которые очень сушат губы. Да, боксик, застарайка. Сложно с ними ходить. Конкретно Sephora я проходила целый день. Она не скатывалась и комфортно на губах. Я и кушала, и чуть-чуть взялся на мае голос. Ну, тут знаешь, тут все равно индивидуально очень. Потому что, если, например, у тебя сушняк, не бывает организм в таком состоянии. Но все равно, по крайней мере, Sephora из тех матовых помад, лично у меня она максимально комфортная. Потому что остальные, если у тебя сушняк, то они еще больше. Ну, ксюш, вот это у тебя там космонтоза будет в твоем Нью-Йорке. Если тебе что-то нужно будет, ты мне говоришь. Вика, скажи, я не намекаю, как бы. Там же очень много всяких брендов, ты мне говори. У них, по-моему, Sephora. И нет, у них не Sephora, или Sephora. Ага. Да? Ага. Такая популярная сеть. Sephora, да. У них там целые, прям, огромные магазины. Я шла где, Тайм-сквер, Тайм-сквер, там, 5-я авеню гуляла, когда вот была в октябре. У них вот Sephora огромные магазины, да. У нас сейчас, видите, они же вообще раньше были в России, а потом мы их открыли в Домбаной. Не помню, в каком году это было, в 9-м, по-моему. Ага. Мы ушли. А сейчас опять вот у нас. Ну, я смотрю, что-то в Министерии де Боте. Да? Дверь открыли. В Министерии де Боте осталось Sephora. Ну, как бы это один. Ну, я как-то, я как-то занимаюсь ползином, в общем-то, вот у меня будет много варенески. Тоже такое, вообще. Да? Ну, думаю, что с Америки все равно, но все равно все равно все равно. Может быть, когда-нибудь. Ну, да, там же у них вся эта косметика, у них столько этих... Ну, слушай, с них-то все и началось. С них же все это и началось, да. Первая помада, это у нас Factor. Тоже, по-моему, тоже. Викина индустрия, да. Да. Мы любим. Ну, это вот и достаешь все самое-самое, которое и дорогое, и хорошее, и у тебя уже. Это все профи-профи. Поэтому, ну, это... Слушай, ну да, но у нас соревнования для того, что есть там. Поэтому, ну, просто... Сейчас еще чуть-чуть в конце мы сушат, как-то. Нормально, да? Нормально. Потому что, может, просто она хотя бы... Ее знаешь как-то? Подожди, что-то я ровно губу нижнюю или не ровно? Что-то так, как дико? Сейчас, нет. Я еще увидела. Женщина! Ну, это вообще... Да. Тебе вообще на самом деле можно просто было бы док нарисовать яркие, и ты уже... Без всего, без глаз. Так прекрасно, как не было. А вот в журнале, этот автограф, который мы смотрели, там, по-моему, только красная помада и минимум макияж. Так это я сама мне говорю, бегом. Бегом сейчас тебя фотографии подозревают. Смотрите, какая... Ходи, ходи, когда... Ой. Простите. Чурназ. Знак Водолея, все отдала и ни о чем не живею. Я всегда эту песню на Доме 2 пела, кстати. Знак Водолея. Красные губки и все минимум мейка. Уже красиво. Я сама бегом собралась. А в камере помада черные руки сейчас. Тихо. Я когда фоткала с меня, она тоже визуально черная. Это бордо. Это бордо, да. Это она... Мне, кстати, на Доме 2 не разрешали тоже красить вот подобной помадой, потому что в камере она смотрелась черной. И нас всех заставляют всегда там красить красной. Только говорю, блин, как она надоела. Постоянно это красная помада. Но потому что красный цвет, камера его любит. А остальные цвета помады, они в кадре искажаются. К сожалению, нам в кадре, да, не разрешали. А знаешь, почему? Потому что, видимо, вот этот цифровой сигнал стал. Раньше же такого не было. Мне, кстати, кто-то девчонок говорил, что не понравился макияж, что ли бородиной, то ли бузы, горячонник с лицом. Я говорю, не знаю. И изменилось качество вещания, видимо, да. Ну, потому что, да, там, я же тебе говорю, я была в кадре рыжий. Я в жизни была рыжий, был красивый, благородный. Прихожу на Дом 2, в камеру сажусь, ну, под камеру. Там, блин, с зеленым оттенком этот рыжий. Мне все мастера смотрят, говорят, слушай, мы тебя там затонировали. Ну, как так? И, ребят, поэтому я перекрасилась. Во-первых, я всю жизнь была блондинкой. Во-вторых, камера не любит рыжий цвет. В жизни рыжий был очень красивый, на солнышке прям переливался. Но так как я была на телевидении, я вернулась блонд. Потому что это моя коронка. Поэтому очень часто многие из вас пишут, вернись в рыжий. Не-не-не, был экспириенс. Я хотела зайти на проект, такая, знаете, совсем другая. Прошло 5 лет, рязко явилась на проект, рыжая с длинными волосами. Еще на тот момент я всю зиму смотрела фильм «Великолепный век». Я поняла. Заразилась этой героиней, просто заразилась Мирьем Узерли. Просто я из-за просто вот этой турецкой героини, актрисы. Я просто заболела ею и перекрасилась в рыжую срезу. Она наполовину турчанка, наполовину немка. У нее папа дурак, а мама немка. И я, насмотревшись «Великолепного века», присмотрела все серии, все сезоны. Просто такая любовь, ну вот как до гроба говорят, любовь, да. Ну все, наверное, смотрели девчонки. Я думаю, что все, кто мои подписчицы, практически все мне писали потом по поводу «Великолепного века». И я просто всю зиму смотрела «Великолепный век» и думаю, хочу быть Хюрем Султаном. Ну что, делаю? Давай, бомбита. И, короче, была Хюрем Султан я на «Доме-2», но недолго. Жалко Сулеймана, так я и не нашла. Но, значит, Сулейман ждет меня где-нибудь. Мой Сулейман ждет меня либо в России, либо где-то еще. Сдерживайтесь, держивайтесь. Она, Вика, хайр, хайр, хайр. Кстати, я очень люблю, видите, у меня Петя мне как раз-таки, к кому я хожу, он мне убрал вот так вот височки, а вот эту вот шевелирчику он оставил специально, чтобы был объемчик. Хотя я могла вообще состричь под мальчика, но мне вот прям коротко-коротко бы не подошло, потому что голова большая. А так получается очень круто, креативно, да, сколько уже прошло, видите, как я подскрытлась, наверное, да, ну, две, две, или даже уже третья пошла. Ну, уже корень отрос. Ну, что ты так тушил, да. С корнем, с корнем тоже отрошил. Потому что у тебя брови темные и с корнями, почитать, да, интереснее. Знак Водолея, все отдалай, ни о чем не жалею, все отдалай, ни о чем не жалею. Сейчас Пинчучка, если смотрит, на Доме-2 есть стирка Пинчук, она тоже Водолей. И мы с ней раньше, когда на островах жили, мы два Водолея, выйдем из бунгало, скучно нам, и мы начинаем петь. Ну, мы Водолея такие шабанутые. Вот, и мы там вдвоем с ней. Знак Водолея, жалко, Ирка, конечно, потом не очень по-дружески со мной. Поступила, проголосовала гадина против меня. Я говорю, ну, вот что ты за Водолей такой, а? Вот предатель. Могу так сказать. У меня на Доме-2 там вот была одна только приятельница, очень хорошая. Ну, сложно назвать ее прям такой подругой, но приятельница хорошая. Это вот Ольга Рапунцель. Кто бы что про нее не говорил, что и касалось меня, всегда все было хорошо и великолепно. Это вот. Ну, еще и Лешка Купин. Он, кстати, тоже Водолей. Хороший парень. Молодой, перспективный, красивый очень, вот прям породистый, такой парнишка. Купин, да, мне очень нравится. Вот, 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 вот как-то так. Остальные, остальные там. Слушай, как мы сделаем? Вот, ну, вот давай назад все это убираем. Видишь, оно, когда феном... Тут, да, тут такая, короче, там длиннее. А лак есть? Вот чуть-чуть, да. Лак, там сзади. Да, вот эта какая-то тут вылазит. Ну, и просто можно гельчика туда, и ну... А он потом подровняет мне ее 14-го, видишь, они отрастают. И они одни туда лезут, другие туда лезут. Знаешь, так как-то друг в разные стороны. Не, ну, просто, чтобы они у тебя такие были, как, типа, знаешь, влажные. Ладно, прикольно. Да. Сейчас еще в очко. Это я, потому что, знаешь, шапку одела и побежала. Да, потому что он у тебя прям вылез, а я не хочу сильно, чтобы она у тебя... Чтобы в ямочек сохранился. Ну, ай-ну, скоро к Пете пойду, Петя подровняет. Просто вот эту стрижку, ребята, вот эту вот креативную, да, вот эту... А она, вот эта... Слушай, а может ее залезать? Не, они залезли. Вот так, как ты думаешь? Вот эти вот уголочки давай. Вот, а нее надо всегда подравнивать. Он говорит, вот раз в... Дай сама свою руку. Раз в месяц, ну, просто вот... Тетенька, как же я без тебя-то? Я сейчас вот уеду на новогодние праздники в Нью-Йорк. И как? Придется там искать нового стилиста, блин. Ну да, что делать? Пишет на Шарлинг Стоун, сейчас похож. Да. Жидо. Да. Жидо. Шарли Стоун, это у нас Жидо, а Шарлин Стоун, это у нас актриса. Ну, Шарли Стоун и Шарлин Стоун, это две актрисы. Одна только уже... Кстати, я тут почитала Википедию, открыла. Шарлин Стоун, сейчас 60. Да. 60 с чем-то лет. 60. Блин, ребят, прикиньте, 60 с копеечкой. И я обалдела. Она шикарно. Она... Понятно, что там, наверное, какие-то подтяжечки, все. И я посмотрела фотки, погуглила, посмотрела там в Яндексе, в Гугл. Я обалдела, она вот так выглядит. Свои 60 с копеечкой, она выглядит супер. А Шарлин Стоун тоже шикарно выглядит. Вот это вот две актрисы. Шарлин Стоун немного похожи сейчас. Шарлин Стоун. На всех. На всех. Шарлин Стоун и Шарлин Стоун. В общем, Голливуд, жди меня. Я еду. Калифорния, жди меня. Ой, Америка, Американ бой, уеду с тобой, уеду с тобой, Москва, прощай. Вот эти бы нам, да, как-нибудь, да, их? Петя. Петя. Американ бой, Американ бой, Американ бой, уеду с тобой. Найти бы этого боя бы, блин. Где ты, бой? Бой, 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 где ты, бой, бой, бой? Почему вот так? Вот так, да. Вот такая легкая небрежность, слегка такая женщина, которая проснулась. Ну что, знаете, я упала с самосвала, тормозила, да? Да. Да. Ну, очень клево. Ну, хватит. Ну, хватит, да. Я потом немножко заряжу. Ну, что, у нас-то есть вопросы? Есть там, девчонки, задавайте вопросы с аккаунта. Пока есть возможность. Пока есть возможность, отвечу на все вопросы, потому что я в свой аккаунт. А длинные волосы не хочешь? А, спрашивают? Да. Были. Вот что? Сейчас хочу, вот я говорила уже в прямом эфире, на данный момент у меня состояние такое души, что я хочу пока ходить с короткой стрижкой. Мы сейчас чуть попозже выложим фотографию, обязательно. А как она относится к Виктории Бонне? Знаете, что по поводу Вики? Лично с ней вот так вот тет-а-тет никогда не говорила, только слышала. Ну, конечно, девушка с высокой самооценкой, девушка, которая знает себе цену, девушка, которая лакшери, девушка, которая выбирает программу максимум, как я говорю. Ну, и которая, да, которая любит, конечно, очень обеспеченных мужчин. И там, где дорого-богато, там всегда Вика. Но мне жалко, конечно, что она рассталась вот со своим вот этим вот гражданским мужем, и у нее такая красивенькая дочь, но что-то я в последнее время не вижу фотографий с дочкой. Я так понимаю, что дочка там постоянно с няней, а Вика постоянно в разъездах. Ну, это, конечно... Слушай, но Малакова она очень плохо выглядела, я тут переключила вообще. Просто понимаете, когда вы смотрите Инстаграм звезд некоторых, вы смотрите прям Голливуд, Голливуд, прям вот ни одной изъяны на лице. Но это же все мастер фотошоп, да. А когда ты видишь человека вживую, это может быть совершенно другое, перед тобой вообще стоять человек. Макияжи творят, да, Викуль? Они творят чудеса с людьми. Очень многие девушки заходят, как мышки, выходят от визажиста. Просто бомба. Поэтому благодаря визажисту, благодаря профессионалу, таким золотым рукам, мы, девушки, просто преображаемся. Поэтому, ну, как я скажу, ну, Вика молодец, она все дотянулась к жизни богатой. Я ее, честно, как человека, не знаю. Но я все-таки считаю, что тоже нужно уделять время детям, не забывать о своих детей, какая бы ты ни была бизнес-вумен. Найди всегда, Викуля, время для своего ребенка. Потому что в последнее время смотрю, у нее что-то она везде в разъездах, и Анжелина нигде рядышком нет. Я так понимаю, что Анжелина с няней, с няней, с няней. Ну, это вот, понимаете, люди, которые очень там в движении, обеспеченные люди. Они, конечно, больше себя уделяют карьере людям, нежели там своим деткам, своим семьям. Поэтому уделяйте больше времени семьям. Поэтому вот смотрите, что со мной превратила просто Вика. Сделала просто голливудскую звезду. Впереди меня, я буду до 16-го не умываться, потому что 16-го я лечу на Рождество. Будет самая мечта детства. Лечу в Нью-Йорк. А мы будем дать фото, видео, сторис. Поэтому все, кто в Нью-Йорке, пишите, звоните, пишите в Дерексе, подписывайтесь. Буду рада встречам с новыми людьми. Вот, ну и, конечно, помню, что Вика делает такой макияж, потому что сейчас я улечу. Ох, когда к Вике попаду, не знаю. Ну, еще через три года. У нас очень сложно, кстати, у нее мастер-классы, обучение, постоянно выезды, разъезды. Ты же у меня еще и по городам ездишь. Вика еще не только в Питере преподает, она еще собирает целый тур и ездит по городам. Вот так. Поэтому всем бегом на макияж к Виктории Алексеевне. А я, Оксана Рецкая, жду ваших новостей. Пишите, всегда рада. Пишите в Деректе, подписывайтесь на Вику Алексееву и смотрите новое новое новостей. В общем, а я сейчас быстренько сфотографируюсь и по-другому по своим делам. Всем пока-пока. Кстати, Ямцова попросила, чтобы мы с тобой сфотографировали. Хорошо, обязательно. Специально для меня. Специально для меня. Специально для меня. Специально для меня. Мы не будем говорить, что это. В общем, сейчас чуть попозже, ребятушки, я выложу фотку. Всем пока-пока. Заряжу телефон немножко, а то садится трубка. Пока. Как вам макияж? Пишите ваши комментарии. В Дерект все прочту, все изучаю. Всем пытаюсь быстро ответить. Поэтому все бегом на макияж к Вике Алексеевой. Это бомба. Если хочешь почувствовать себя голливудской звездой, приходи к Вике. Заряжу. Вот так. Побежала я. Оксана, я самый главный ухажер. Кто-то там пишет. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не.